Сейчас я хочу ответить на два комментария, которые были оставлены под разными видео, но они объединены между собой по смыслу и друг друга продолжают. Первым человек задает вопрос, ну вот узнал ты правду и что с этим дальше делать? А дальше надо вычеркнуть женщину из списка того, что является приоритетами в твоей жизни. В списке твоих жизненных приоритетов может быть все что угодно, но женщины там быть не должно. Женщина в жизни мужчины занимает место по остаточному принципу. Если ты хочешь завести женщину, то ты ее заводишь, если не хочешь, то не заводишь. Женщины пытаются нас убедить в том, что мужчина, у которого нет женщины, неполноценен. Но делают это они, конечно, не потому что заботятся о нас, а потому что заботятся о самих себе. Как еще можно заставить мужчину посадить женщину себе на шею? Только убедив его в том, что если у него нет женщины, то значит с ним что-то не так. И второй комментарий. То, каким будет твой статус в отношениях, решает не женщина. Она только может предложить тебе определенный статус ваших с ней отношений. Но согласишься ты на это или нет, зависит только от тебя. Она тебе может предложить статус обеспеченная или направить его в френдзону, но кто тебе мешает сказать ей на это «нет», мне это неинтересно. Да, возможно, ты с этой женщиной общаться не будешь, но скажи ей честно, неужели ты настолько низко себя ценишь, что готов общаться с женщиной, которая считает тебя говном? Во-первых, очень много женщин, и каждая из них мечтает прилепиться к какому-то мужчине. И если эта женщина воротит от тебя нос, то на ее месте есть очень много женщин, у которых к тебе гораздо более скромные требования. Запомни главное. Не женщина выбирает мужчину, а мужчина выбирает женщину. Если ты будешь следовать этому принципу, то все у тебя будет хорошо.